Известная британская актриса Джулия Армонт, снявшаяся в драме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», обвинила скандально известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном насилии и подала на него в суд. Инцидент произошел в году, и на протяжении многих лет звезда не находила в себе сил признаться в этом публично. Теперь Джулия потребовала привлечь к делу такие известные компании, как и которые долгое время покрывали сексуальные преступления голливудского магната. Сексуальное насилие в отношении Армонт можно было предотвратить, если бы или должным образом следили за Вайнштейном и не сотрудничали с ним, зная, что он представлял опасность для женщин, с которыми сталкивался по работе, приводит выдержку из иска. В году на обложке журнала появилась фотография Армонт с цитатой Вайнштейна, где продюсер заявлял о решимости сделать ее звездой. Агенты-актрисы заключили двухлетний договор с основанной Вайнштейном, после чего кинопродюсер пригласил Джулию на рабочий ужин. Звезда заявила, что именно тогда Вайнштейн воспользовался ее состоянием и изнасиловал. Армонт собиралась заявить о преступлении, однако в агентстве ей пригрозили завершением кинокарьеры. В году, когда возникло движение в поддержку женщин, столкнувшихся с сексуальным насилием, артистка решилась рассказать о пережитом харассменте. «Я стала жертвой насилия и признаю, что именно это произошло со мной, и я хочу добиться справедливости», — цитирует актрису. Армонт требует выплаты за ущерб, причиненный не только ее карьере, но и эмоциональному состоянию. Напомним, в октябре года Совет директоров организации принял решение уволить Харви Вайнштейна из собственной компании в связи с секс-скандалом. В том же году сразу шесть женщин подали в суд иск о домогательствах со стороны продюсера. В список жертв голливудского магната попали Анджелина Джоли, Гвинет Пилтроу, Леа Сейду, Кара Делевинь, Кейт Бикинсилл, Ева Грин, Лина Хиди и многие другие. Суды не были на стороне магната, его признали виновным во всех преступлениях. За время расследования стало известно о тысяче женщин, которых домогался Вайнштейн. В году его приговорили к лунгодам заключения. Далее стало известно, что компания Вайнштейна выплатит более миллион долларов жертвам продюсера. Зимой года его приговорили к еще годам тюремного заключения. Полиция расследовала все преступления, совершенные Харви Вайнштейном в период с погоды.